Всем привет, дорогие любители конкурса под группу ВКонтакте. Мы к вам вернулись, чтобы начать смотреть увлекательнейшее мероприятие под названием ТИР. Ну а комментировать его для вас буду я, Сотников Ваня и Кирилл 1-3-2. Мы за картинку отвечаем Секонд. Ну да, привет, Ваня, привет, зрители. Как быстро мы можем перескакивать с одной темы на другую, вы бы только знали. В общем-то, конкурс ТИР, все, те же у нас организаторы, вот, все та же карта, в общем-то, правила те же. Ребята встают, их в квадратик окружают минки, и вот у нас вулканы стреляют. Я надеюсь, не будет такого, как это было на прошлом эфире, то есть у нас все залагало, урон не наносится из-за одного человека, вот. Так что, я думаю, у нас все пойдет гладко, нежно. Так, смотрим мы, кто зашел. Ну, этот ник, конечно, там... Вахэ, может быть? Нет, это Маха, 2014-го, я так прочитал. Ну, ладно, ну, в принципе, ладно, я, как всегда, я с первого раза ники не могу усвоить. Да, в общем-то, кстати, я буду чатик смотреть, ребята, так что вы можете задавать вопросы любые, которые вас интересуют. Ну, а мы с вами постараемся на них ответить, что они такие обширными текстом, вот. Ну, возможно. Может, двумя словами, конечно же, если не будет таких странных вопросов, когда Черная Пятница, когда Джигернаут. Джигернаут на тестовом, поэтому мы на этот вопрос уже можем ответить. Ну, по крайней мере, на сегодня точно. Не, ну на основе Джигернаут? А, на основе не знаем, да. Видишь? Правда. Так что, все нормально. Ребята, расскажите, кто-то играет у нас, в общем-то, точнее, кто-то зарегистрировал ли аккаунт в Танках Икс по нашей акции, которая у нас проходит сейчас под названием «Давайте дружить танками». Это нужно по ссылке зарегистрироваться, скачать клиент, точнее, да, зарегистрироваться и играть, сыграть пять боев. Расскажите, кто-то играет в это? Может быть, кто-то думает, что у нас все глупые и создает несколько аккаунтов и ждет свой промокод. Точнее, свои промокоды. Нарить можно, да, в этой битве, но минки ставить нельзя. Очерчивает уже руевент 07 квадрат, мега супер-пупер квадрат. Заремембрил, делает какую-то непонятную дичь. Встань в квадрат, скажу я ему. Хватит баловаться. Я, да, зарегистрировался, прикинь, Ваня, а ты не играешь. Нет, я никуда не реагаюсь. А надо бы. Встречень, 10 контейнеров, из которых тебе, возможно, выпадет миллион гристалов, 300 тысяч, 100 тысяч и какие-то вооружения там, икси. Кстати. Кстати. Лагает, кто лагает, стрим лагает, секонд? Нет, стрим не может лагать. Из инфа? Нельзя, ребята. Так. В общем-то, организатор минит этот квадрат, но какой-то у него он кривой получился, а у Сеги был лучше. И у Нади вроде был тоже лучше. Нормальный квадрат. А ну не. Я дубля. Да, уж секондай микро включат. Не, ладно. Да. Не секонд сразу замолчал. Толик, здорово! Помнишь Толика, за которого мы болели? Точнее, я болел. Прям кричал. Знаешь? Поняла. Знаю. Давай. Я, короче, так вот смотрю. На поезде до Краснодара стоит 8 тысяч рублей, а на самолете 6 тысяч. Скорее всего, там время просто разное. А, ну там просто с пересадки. Или нет? Короче, нет, ну на поезде один день 6 часов, а на самолете быстрее, понятно, где? Не знаю, в общем, как это работает. Почему-то, кстати, Вахе и ММ-75 Хок подорвались на минках. Странно. Начался уже стрим. Ой, стрим. Тир. Тир. Тир в самом разгаре, так сказать. Так как Энджел, все под контролем у него. Надь ее, блин. Гатчет. Мах дергается. Это у меня только... Вах или Мах? Мах или... Мне Вахе уже убили. Понял. Ну и ван. Тогда Мах. Маха это типа Маха. Это, соответственно, у нас 7 участников прячутся друг за другом, ребята. Я буду болеть, наверное, за... Каково ж? За... Я не помню. Короче. Судьба мне этим летом съездить куда-то. Судя по всему. И ладно. Привет, Индиго. Здорово. Ребята, ну расскажите, кто-то будет ехать на танковстречу или нет? А? Да. Да, танки в городе. Вроде как в сентябре бывают. В Краснодаре. Я почему и начал спрашивать по поводу билетов, сколько они стоят. А вообще, если ко мне кто-то заедет и заберет меня на машине... Без намеков. Ну слушай, если в принципе ты мне бензин оплатишь, хотя бы до СПБ, то я могу спокойно за тобой заехать. Это мне нужно с Украины к тебе ехать. Это очень долго. А на самом деле тебе дороже выйдет, так что лучше на самолете лететь или на поезде. Не, да ладно, ладно. Понимаю, конечно. Не, в принципе, можно заехать за Димой, слить у него бензин и поехать дальше. Анна убивает, и Dark Angel выигрывает. Красавчик. Ой, бедная Анна. Будем переходить на другую карту. Ну, вообще, кстати, реально, можно доехать до кого-то. Слить бензин. Я надеюсь, Дима не слышал это. Не, не слить, а типа доехать до кого-то, у кого есть машина, и уже с ним на машине пофигачит Краснодар. Не, ну, у меня есть знакомый, который живет в Краснодаре, то есть, ну, у него бензина, конечно, не буду сливать. Там слишком должностное лицо. Ну, потом меня садят. Такие смысла нету. Ну, типа, ты пока доедешь до Краснодара, и так уже это, ну, ты понял. На самом деле, вот, кто хочет на Танковстречу, вы можете спокойно выдвигаться уже пешком до Краснодара, как раз, на Танковстречу и придете. Ну, мне ехать туда, если на автобусе, это 35 часов. Как бы, с финансами проблем нету. Слушай, а реально, можно же на автобусе поехать. Ну, ты, конечно, говорил. Ну-ка, не, ну, вот, на поезд точно дорогие билеты, я за такую сумму не хочу. А что есть автобус? Ну, вот, автобус у меня, если на рубле, это 4000 рублей. Это очень мало, в принципе, это я буду ехать через Крым, вот, так как там мост построили, крымский. Вот, я буду ехать туда, и заеду как раз в Краснодар. Есть у меня там с кем переговорить, с администрацией. Ге-ди-ми-с, не, подожди, ге-ди-ми-с, джи, я тебя вообще не понял. А чего другие у вас как бы не экзистуют? Ну, сочетания, наверное, ты имел в виду. Ну, видимо, организаторы конкурса выбрали именно такие сочетания. Нет, ну, я поеду, если я найду, в принципе... Ты понял. Приемлемая штука. Я понял. Сейчас я иду еще. 400 рублей мало. То есть мало. Ну, чтобы единственный раз выехать, допустим. Ну, туда, конечно, понятное дело, в этом году я ехать не буду. У меня два выбора или туда, или еще кое-куда. Но, скорее всего, я не пойду на танковстречу, у меня есть другие инициативы, перспективы, что можно сделать, к кому приехать. Вот, поэтому в этом году танковстреча у меня отменяется тоже. Ну, возможно, может быть, в следующем игре, когда там через год, через два будет еще одна там встреча, вот. Ну, и... А уже не в зависимости от того, она будет далеко или близко, я попытаюсь на нее выехать. Ну, вот, я нашел. Но, правда, пока непонятно, сколько стоит. Но едет, кстати, тоже 30... Ну, короче, полтора дня. Ну, в общем, когда промокод на 10 контейнер, то мы никогда таких промокодов не обещали вам. А где там ссылочка? Нет, ну, правда. Нет, где там. Да? В общем, да. Ну, пока непонятно, сколько стоит на автобусе. Ну, вот, на поезде 4 тысячи туда, 4 тысячи обратно, это 8 тысяч, плюс мне еще там где-то жить надо. Ну, в принципе, можно пожить в лесу. Допустим. А можно, кстати, дойти недалеко до Сочи и уже под пальмами начать. Или, допустим, можно оглушить Кирилла и спать его в машине. Ну, или просто поспать в машине без оглушений. Нет, типа, ну, если ты собираешься, то где-то там в Воронеже я могу тебя... Нет, смотри. ...подхватить. В целом 8 тысяч это немного. Ну, 8 тысяч это немного. То есть 4 на дорогу, 4 обратно на дорогу и 2 на проживание, при том, что нам сказали, там 600 рублей хостел стоит. Ну, да не, ладно, мы там жить будем, понятное дело, не в хостеле, но 8 тысяч это реально немного, поэтому, скорее всего, я поеду куда-нибудь. Ну, точно не в Краснодар. Возможно, в Краснодар, возможно, даже Кирилл поедет. Ну, не факт, что мы попадем на танковстречи. Нет, если так получится, что я на машине буду в Воронеже, то я тебя могу довезти. В каком Воронеже? В Петербурге. Ну, ты приедешь в Воронеж, а оттуда я тебя подвезу до Краснодара. А зачем мне в Воронеж? А, понял. Ты хочешь сначала... А, ну, слушай, вообще, если ты сначала в Воронеж... Ладно, в общем, в общем, вы поняли, что очень велика вероятность с Кириллом нас там увидит на танках встречи, ну и, понятное дело, побить нас. Вы же нас не любите все, особенно меня. Да, вот. Ну, кстати, возможно, нам даже поступить нам предложение, мол, откомментировать там что-то. Шутка. Или мы будем как... Это, конечно же, шутка. О, смей, по пром... Кью, промер, Спартак, стакан смеха, хайля... Ой, по окончанию розыгрыша. Камер, 4, 0, 5, 7, 6, 4, 8, 1, Хори Вельса, Аттём, 0, 3, Хори Вельса, 550, вместе, XXX, скиллфром Армения, Дерзкая, Петру, 505, и Мортал Хирухимера. Поздравляю вас, что попали на конкурс. Молодцы. Меня парень спрашивает, когда розыгрыш, я вам пишу по окончанию розыгрыша. Да, это вторая карта, вторая карта, если хотите, без ссылки, ну, вы поняли на что, то... Сколько с вашим... ой, сколько... Что с вашими микрофонами? Second? Опять дизинфа. Пошу. Едем на карту. А что не так с нашими микрофонами? Я не знаю. Сейчас я послушаю нас. Не, все нормально. Толик, еще раз будешь такое писать, я назову тебя плохим мальчиком. Да, не, нормально. Не спам, Тетелка, а Толка от спама нет. Да, 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 усиленный промокод будет, да. Кстати, да, да, у нас 163 человека смотрят. Ребята, давайте, подтягивайтесь. Ну, ладно, в общем, не, ладно, я так скажу. В Воронеж я точно собираюсь, правда, к человеку, который непонятно, когда туда вернется. Поэтому, если вам больше 18, и вы хотите очень интересно провести дня 3-4 в Воронеже, то можете уже записываться на прием. Если вы мальчик, то будьте осторожнее, потому что после истории, которую сегодня рассказал Ваня, я немножечко побаиваюсь уже. Ничего, даже если вы мальчик, самое интересное, проведем время. В принципе, неважно, какого укола, это к этому не имеет отношения. Я понял. Все будет в лучших традициях России, там, и все дела. Ой, господи. Не, у меня там есть кому поехать, с кем отлично провести время, так что... Возможно, мы там где-то встретимся. Конечно, конечно же со мной. Нет. Я обиделся. Первым бить будем Кириллу тогда. Видите, он обижается. Ты меня там не встретишь. Ладно, начался у нас уже второй раунд стадиона в формате Тир. Умерли уже два танка, стакан смеха и Промес Спартак. У Промес Спартак, это, наверное, Легис. Он же болеет за Спартак. Легис Спартак? Нет, Легис ведь болеет за Спартак. Понимаю. Нет, я тебе утверждаю это, потому что это он. Подникай мой Промес Спартак. Промес реально... Промес реально хорош. Жалко, что Голландия на чемпионат мира не попал. Ну, у нас-то, ребята, уже остается буквально девять штучек. Тут только они почти все остались. Кроме троих. Кроме троих. Да, ну, дерзко слева стоит. По ней почти не стреляют. Может погибнуть сейчас хорь рельса. 550. Это, возможно, кристаллов или тысяч опыта. Сколько он набил. Вот. Ой-ой-ой-ой. Сталкивают Артема, сталкивают Армению. У нас остается 6 игроков, 6 участников. То чувство, когда бутылка с водой стоит в метре от тебя, и ты не можешь до нее дотянуться. Короче, ладно. Это атака грустно. А тут у нас остается 6, 5, нет, 5, 5 участников. Дерзко. Рельсы убивают, выталкивают бедного Хаммера. Бедный Хаммер умер. 4. Смотри, Дерзко за всеми прячется. То есть, хочешь, чтобы прикрывали мужские тела. Но нет. Видишь, ее сами выталкивают ребятам. В общем-то, кстати, добивает у нас Хори Элю. 2. Дерзко. Ой, Хори Рельсы, кстати, может умереть. Дерзко пытается убежать, пока у нее это получается. Хори Реля. Юзает аптеку. Дерзко тоже. Иммортал еще есть, который также с аптечкой. Ну и пока никто не умирает. Хори Реля умер. Ой, я за Спартак, Промес. Ну, понятное дело. Дерзко может... Нет, выживает. Иммортал Хиро Химера. Но он может погибать. Остается 0 хп, и он погибает, он нас выигрывает. Дерзко. Промес, Спартак. Мы поняли, что ты за Спартак. Благо, это неудивительно. Я знаю, кто победит. У вас президент. И ты был прав, Антон Богатинов. Богатинов. Ссылки на конкурсы берутся с форума. Раздел конкурсы. Под раздел ТИР. Называется конкурс. Туда заходите. Там под спойлером ссылка. Первая карта, вторая карта, третья карта. Там все есть. Ну, пожалуйста. Есть у нас ссылка на розыгрыш. Форма, которую скинул Сэкк. Он, кстати, нас 200 человек, а значит мы разыграем 4 плюс 1, да. Дуня, наша группа ВК. Дуня. Дуня, если ты тут, то ваша группа ВК. Там с ней что-то случилось. Тут кто-то на Хаммера ставил. Хаммер не оправдал ожиданий. Черт. Ой-ой-ой. Именно так. Как еще так можно было? Хаммер, что за дела? Вообще, я обычно каждое лето куда-то езжу. Встречаюсь с танкистами. В основном это была Москва до этого. А в этом году я еще никуда не ездил. Мне очень хочется куда-то поехать. Поэтому вот так вот и происходит, что я, наверное, куда-то съезжу. Секунд в Москву. Секунд говорит, что в Москву поедет. Кто хочет встретиться с секундом, бронируйте меня. Я просто представляю. Ваня, ты же выше, да, метр девяносто? Нет, я метр восемьдесят семь. А, ну прикинь, два бугая под метр девяносто. Приходят на данную встречу. Вы кто? У меня метр восемьдесят семь, да. Как попасть в тир, поиграть? Я вот уже не буду повторять. Вот реально по пять раз. Серьезно, это не смешно. Папа Дима, у меня ник 921612. Красава, вот это ник. Архипчик, ну скорее всего, да, надо обновлять страницы. Так, что у нас там по ссылке? Есть уже. Смотрите, пожалуйста, ее пастын-чат. Смотрите, я уже вижу ссылку. Значит, она скоро должна появиться и на форуме. Поэтому быстренько обновляем. И я надеюсь, что вы успеете попасть. Спасибо. Я уже захожу. Уже заходит? Да. Да, да, еще раз. Быстро. Быстро. А я с первого раза. Слушай, мне кажется, это не та битва, потому что я там не видел Роя Вента и Надю. Нет, я на той... Да, плюс у меня тоже не закидывает. Я в той битве. Ну так скинь ссылку. Точнее, ты глаз. Я уже кидал. Еще раз? Да что, надо кинь. Ладно, мальчики, могу для вас хоть пять раз кинуть. Больше не буду. Так, шибы. Так, пока мы... Так, ладно. ПРОФ, ХАММЕР, ПЕТРУ, ТРЕФЕРЕЙ ЗСЕ, ВЕТАЛИК ТОРБА 10, ИММОРТАЛ ГЕРО ХИМЕРА, ИНТЕРНАЛ, ХОРИ РЕЙС, ИМЕСТИК СИХ, ВАЙХЕ. Я че, выйду, больше не зайду, а... Скинь ссылку, мальчик, а ты зайдешь, просто скинь ссылку. Не-не-не, ребят. Ну дайте мне... Я дам. На мина супер. На мина сари. Прикольные комментаторы, а ты думал. Кто хочет попасть в тир, чекать описание, потом... Ох ты ж, Дуня, ну на тебе бан за такие слова. Нет, Дуня по делу, по факту, я считаю. Размочил все. Да, но я это чуть не прочитал только что. А я бы прочитал вообще-то. И кто меня остановил? А? Пут юзер ин тайм аут. Вот так вот тебе, Дуня, за такие слова. Экран в клуб лес. Ну мы заходили. Битву? Битву точнее. Дуня в тайм аут, байкирис лицидал, фор, 300 секунд. Это мой инглиш из вери вэл. О, ОДД, привет. Рады тебя видеть, братан. А где поднять бабла? На стрим ТО, конечно же. Стрим ТО, три топора. Смотри, нажимаешь кнопку «Стать спонсором» и сразу поднимается бабло. Ну, у нас. Ну, не у тебя. У нас, да. У тебя, возможно, оно, конечно же, не поднимется. Но ты станешь топовым челиком в нашем чате. У меня нету такого, Ваня, что делать. Так, чего? Нету стать спонсором. Ты уже становился, что ли? Нет, у меня вообще такого нет. Ваня, что делать? Я очень сильно хочу донатить сюда. Ваня, что делать? А я есть, кстати. Вот я могу. 249 рублей в месяц, обалдеть. Стоит стать спонсором? А знаешь, ну да. Ладно. Ты платишь за то, чтобы платить. Кого Стофа транслирует? Ну, первая игра с Иннержи против Утсов. А вторая игра у нас будет... Экспложн против. Экспложн против United Power. Кстати, ОДД. Я хочу на 20-е число Elite Division показать. Я хочу на 20-е число Elite Division показать. Ты же вроде бы Elite Division, или ты был в авангардах? Где он? Ты там, в принципе, и не нужен, по сути. Мы с секондом. Да. Ссылка уже есть на таблицу. Кстати, скрыть ее. Ссылка на таблицу. Вот, я хочу очень сильно показать Elite Division против New Star. 20-го числа. Хочу их... А, ты в Duracell. Блин. Но у вас неинтересная игра против фармса. Правильно? И против New Star вы должны выигрывать, я думаю. В общем, тогда ладно. Тогда что я рассказываю тебе? Или что-то... Да, не за счет. В Duracell, я думаю, мы покажем во втором групповом этапе. Там у них сейчас группа не по шансам для... На самом деле, с начала раунда, Тира уже погибает. Психикал, ребята стреляют и убивают. Что ты сказал? Ой, должны столкнуть... Нет, не сталкивают Proof. Ребята друг за другом прячутся. Есть, кстати, Хаммер снова. Он зашел на этот конкурс. Снова Хаммер. Снова ребята эти старые наши... На конкурсах. Ну вот... Сейчас проблемы у него могут быть. Новое время. Прожимает аптеку. Ой-ой-ой, залетает. Почему у меня все друг в друге оказываются? Что происходит? Хаммер сейчас будет погибать? Нет, включает вовремя аптеку. Красава. Хаммер умер. Ой, да. У Хаммера были проблемы с интернетом, и он умер. Не успел заюзать аптеку. А там кто-то мину поставил, правда. Вот в центре квадрата кто-то минку поставил. И Хаммер вообще нечестно умер. Я считаю, должны поощрить и не пыс ему дать. Нет, серьезно. Сами кто-то минку поставил, и из-за этого Хаммер умер. Разве ты честно? Нет. По-моему, нет. По-моему, нет. Реально? Ай-яй-яй-яй. Да. Зато петру есть на карте. Го просто уберем все лайки. Можете хоть 500 дизлайков поставить. Это ничего не решит. Да, я видел Хаммер, да. Я думаю, выпадет краска пристили. Это на чем? А, это вы там между собой переписывайтесь. Ну, переписывайтесь, ладно. В общем-то, кстати, Петру сталкивают. Остается у нас 4 игрока в центре. Это Намина... А, Намина Супер. Намина. Иммортал Химера 2008 кью и Пруф. Такие ребята будут сражаться за Квисталлики, за свое первое место. Почти что погиб 2008 кью. Ну... Нет, больше раундов не будет. Артур Аганессиан. У Кирилла ник Кирилл132. Кирилл точка. Точка, да. 132. Какие двое? У Кирилла дверил? А ты не знал, что ли? Нет. Я понял, ладно. Вот, вот. Он написал чать. Такой же ник, как и на YouTube, да. Че, я че, букву должен знать. И что? Я знаю, что Кирилл132 и все. Нет, ухватит одна мина. Намина Супер. Остается с Имортал Химера. Кто же один выиграл? Еще один раунд? Разве четыре? Имортал Химера выживает. По-моему, всегда три раунда было, нет? А, еще раунд, напишет наблюдатель. Да, это правда. Значит, у вас есть еще шанс. Я че-то думал, что три только. Ну ладно. Да, еще раунд будет тогда в Имортал Химере. Хаммер, все, все. Ну, не убивай только, пожалуйста, жить, что хочу. Да, четыре раунда. Нет. Мистер Кра... Ну, это почти, это 200, можно сказать, поэтому. Да, поэтому, вот, ждем мы еще одну карту, которая будет совсем скоро. Нет, розыгрыша еще не было. Совсем скоро, совсем скоро. Что еще можно обсудить? А, во, можем обсудить, кто какую книгу прочитал. А я, кстати, сейчас книгу читаю, портрет Дориана Грейна. Да. Дориана Грейна. Дориана Грейна. Вот. Почитаю книгу. Какую? Не помню. Толстого. Толстого. А, ты говорил, да. Не, я не один читаю книгу, у меня есть еще кое-кто. Вот. А что он там написал, подожди, Савян? Имя, фамилия, ты вообще не прав. Я вижу, вижу. У меня плечей нет, у меня только борода. Да, у меня тоже нет плечей, и школу я давно закончил, я работаю, так что себя, себя ассоциировать с фами не надо. Фами. Ладно, на лес. Если у тебя такие комплексы, ну знаешь, в основном это пишут те, у кого такие комплексы. Мол, прыщавые, фу. Да ладно, господи, что такого-то. Портрет интересный. Да, я же тебе говорю. Вот, вот. Вот, и мне... Ладно, боже. Мне моя девушка посоветовала прочитать это, типа, и вот мы читаем. Интересная книжка. Ну, мне реально нравится. Я одну главу прочитал, а мне интересно, мне хочется дальше читать. Я вспомнил название, читаю, это «Хождение по мукам Толстого». Это про... Про гражданскую войну 1914 года. Ну, где-то там была, но... Да, вроде как 1914, да. В общем, тоже интересно. Ну, кому нравится Толстой и классика нашей литературы. Вообще, я советую читать книги. Особенно нашу классику. Это очень интересно и развивает. И, возможно, вы такой бред не будете писать в интернете. Как, например, имя, фамилия. Да, вот. Во, «Преступление и наказание» тоже топово. Я тоже читал. «Преступление и наказание» и... Я... Ну, я всю школьную литературу читал, когда учился там в школе. Мне было... Мне было интересно. Скорее, если я зашел поиграть в танки, чтобы поиграть в танки, но я в танках играл, в танки. Молодец. Красава. Держи в курсе нас. Еще можно, знаете, кого прочитать? Ну, «Война и мир». «Война и мир» мне не очень понравилось, потому что... Ну, как? Там... Там есть том, который, ну, совсем скучный. Я не помню. Сейчас, третий. В общем, мне не понравился конкретно том, где про отношения. Вот про войну мне понравилось. Там, где описывается война, вот всякое вот это. А про отношения в «Войне и мир» такое скучновато. Ну, вообще, почитать можно, но просто это долгое чтиво. Я облом его читал. Все же хорошо. В общем, читайте книжки обязательно. Поверьте, это иногда, даже зачастую лучше, чем... Ну, вот, да. То есть... Про войну интересно, про отношения такое. Ну, кому как. Читайте... Так вот, читайте книжки, потому что книжки читайте... Это хорошо. Книжки развивают мышление. И даже если они ничего не развивают, это не скучно. Николай Путин. Книжки читать не скучно. Ты вот садишься на улицу где-нибудь, на лавочку, и читаешь. Как Ваня после пьянки на лавочку сел читать прохожих. Читай, точнее. И считай тоже, да, прикольно. Нет, не минус стрим. Стрим идет, у меня все запущено. Нет, вот если... Там, Толик, мы чат читаем, да. Да, я вернулся уже, как бы, давно. Вячеслав Костеров. Физика, девятый класс, стоп. Ну, типа, я не знаю. Ну, как бы, в девятом классе, вроде, я физику что-то там учил. Так. Петру, 505. Вова, Владимир. Зеремембер, Пруф, Хаммер. Ретро-мен, Горы, Коржик, Лохет, 3-3, ЗЗ. Я король, Матвей, Богус. Такие ребята у нас на четвертой карте будут играть. Да, в общем-то... Ну, почему? Я, к примеру, в 9 часов утра выхожу из дома, добегаю до озера, потом там читаю и потом бегу обратно. Где-то я в час или в два возвращаюсь домой. Как-то так. Вот так вот нужно, Псих. Чтоб не писал больше такого. Чуть подольше, чтоб чисто настроение не портить себе до эфира, который у нас будет на 7 часов. В общем-то, начался у нас раунд очередной. Ретро-мен, да? Он в минусе. Но использует аптеку, кстати. Он может так лежать и использовать аптеку, но его должны столкнуть. Ребята это понимают и... Нет, не толкают. Им все равно на него. Пусть лежит, но в это время его могут оставить, а их всех убьют. И в итоге получится так, что... Как бы, ну, все. Остается у нас 6 игроков на карте. Ретро-мена убивают все-таки. Второй 07 сделал, плохой человек. Также, скорее всего, добьет сейчас 33 ЗЗ. 33 ЗЗ. О, кстати, погибается. Теперь Хаммер. Хаммер снова залагал, да? Ой, е-е-е. А-а-а, да. Круто. А-а-а, имя, фамилия. Вот я себя задротом не считаю. Задрот это тот, кто играет в ТО, и не может, как бы, играть в компьютерные игры, и не может перестать этого делать, и вообще никуда не выходит из дома, и ничего, кроме онлайн игры, не делает. Для меня это задрот. Мне хватает того, чем я занимаюсь, помимо танков онлайн, и к тому же в эту игру я не играю. Я это всего лишь комментирую. Это во-первых. Во-вторых, этот конкурс и все конкурсы, которые мы снимаем, организовываем не мы. Слушай, странные вопросы. Как ты успеваешь считать, если ты каждый день по 6 часов где-то комментируешь? Ну, во-первых, мы больше 6 часов никогда не комментировали. Это был единственный раз, вроде бы, во время финала Light Summer. Сейчас мы комментируем от 3 до 5 часов. А день ты можешь включить в как бы то, что я могу днем почитать книгу, или могу утром почитать книгу за кофе. Я встаю, просыпаюсь, я могу почитать книгу утром. Вот. А пока там в туалете, решаю проблемы. Плитку, плитку ложу, решаю, тоже могу почитать книгу. В общем, не знаю, имя, фамилия. Первый бан, наверное, тебе просто выписать, чтобы больше такой бред не писал. Не, кстати, было такое, я помню, кроссфорд с форума решал форумный кроссфорд. Это было давно, правда, где-то, может быть, в мае месяце. Вот. Был кроссфорд с форума, я, короче, пошел, решил порешать его с планшета. Нет, Анна, 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 да, переигрывка раунда у нас будет, Анна Мокрая. Ну, ты понимаешь, что не мы делаем конкурс, это во-первых, а во-вторых, ну, мы ничего сделать с этим не можем. Как и делают организаторы, так и делают. Вам надо это написать в комментарии. Шаурма, молодец. Тебе 14 лет, это хорошо. Как она, Анна Мокрая, почему Мокрая? Я тоже, мне тоже, кстати, интересует этот вопрос. Я тоже хочу, я тоже хочу, чтобы мне было, чтобы мне было 14 лет. Да, блин, я бы тоже не отказался бы. Реально. 14 лет, четко. Тусить. Че, это не четко. Тебе не паришься, у тебя нет обязательств никаких. по 14 лет. Почему? Почему? Ты знаешь. Second, у тебя просроченная информация. Ну, ну, ладно. В общем, у нас все четко. В этом плане. у тебя нет никаких обязательств ни перед кем. Тебя обеспечивают родители. Ты кайфуешь. Это здорово. Это здорово. А когда ты понимаешь, что тебе надо на работу каждый день без книг. Печально. у меня 30, но у меня тоже в Петербурге плюс 30 градусов. Я не знаю, кто из Питера, я думаю, вообще в трэше полном. Так и я. Я вот говорю, я на улице не могу, я поэтому только утром выхожу из дома и потом целый день сижу дома. Начиная с 12. Ну, у меня сегодня дождик прошел очень хороший, освежился нормально. А вот кто в городе Кирилла живет, тому по кайфу, походу. Ну, в городе Кирилла живет лишь Бесок, Кимка. И еще кто-то это был. А? Ну, который Бесок у меня, да. Бесок, да. Ну, надо будет с ним как-то встретиться. Нет, ну, в 14 лет, в 14 лет Вячеслав Костиров, Костиров, да. Я был, знаешь кем? Я был аниматором на разных мероприятиях. Я одевал костюм, помню, Тома, вот этот вот, кота одевал. В коте ходил. И потом еще ходил в этой, в надувной кукле, там вот, вешается на тебя помпа такая, ты одеваешь на себя костюм и там, типа, воздух, ну, и все тебя пинают постоянно. За 150 лайков будет что? А что, я что-то обещал? Нет. Нет, не будет. О, начался уже конкурс. Нет, ну, нет, аниматором работать было топливо, потому что ты, ну, я был, мне было 14 лет, я, ко мне все девочки подходили и фоткали со мной. Я не знаю, мне... Только так, да? Ну, да, в 14 лет, к сожалению, ну, или, не знаю, может, я просто некрасивый, ко мне без костюма Тома никто не подходил. Снова стоп. 3M2 в 14 лет, можно стать тестером? Нет, нельзя. Так он же не стал. Нет, я... Откуда? Я там и не был. Котом натуралом. Я был котом натуралом. Что ты пристал к человеку вообще? Не, я помню еще на этом, на шоу братьев запашных на дубной кукле ходил, я помню, на открытии. Нет. Нет, не брал. Ищкири! Что там пишет? У нас, кстати, за рубу продолжается, 3 игрока. Петру, Пруф и Файмер. Эти, 3 пацана, возможно, девочки, я не знаю. Лучше сбороться. Так, Хаммер, профи, Петру остаются втроем. Наконец-таки скоро мы закончим этот конкурс. Ребята, вам не кажется, что Хаммер 553 это тоже человек, который второй это его мульт? Ну, я не верю в такие совпадения. West Grid Money. Ну, ты должен выиграть усиленный промокод, который мы разыграем и тогда ты получишь возможно контейнер, потому что я один раз обманул и выпало 5 золотых ящиков. Там в усиленном промокоде или контейнер, или 5 золотых ящиков. Вообще, тень Санек Санек вообще ненормально. Почему сразу не кинуть тень Санька? Он взял и убил.